Одним из основных вопросов, обсуждаемых на совете глав поселения Щелковского района, был вопрос составления плана на 2019 год по строительству дорог. Сейчас во все идет голосование на портале Добродел на тех участках дорог, где планируется их ремонт. Также в городской черте ведется установка автобусных павильонов. Первый такой павильон появился на улице Сверской. Алексей Валов поставил задачу профильному управлению подготовить документы для обхождения в областную программу по строительству дорог дачным массивом на территории муниципалитета. Я попросил бы обязательно взять на контроль эту ситуацию. Максим Александрович, подготовить неусловие вхождения в эту программу, сельская дорога. И Москва готова сфинансировать строительство этих дорог. И Московская область частично готова сфинансировать строительство этих дорог. Поэтому надо использовать этот шанс для того, чтобы те ненормативные дороги, которые ведут и к ДНТ и СНТ УНТ, и к участкам для многодетных семей, были именно включены в программу. Формирование бюджета района и бюджета в поселении на 2019 год – еще один вопрос повестки дня. Как отметила первая заметитель глава администрации Наталья Тамбова, району и поселениям Фрианово, Монина, Загорянский, Трубино удалось увеличить дополнительное отчисление по налогу на доходы физических лиц. Основному источнику пополнения бюджета. Также отрегулированы расходы по целому ряду направлений. В ЖКХ предстоит построить две котельные в микрорайоне Бахчеванджи и в Загорянском. В районе продолжается ежегодная вакцинация населения против гриппа. Новая вакцина поможет справиться с тяжелыми осложнениями, чем и опасен грипп. В прошлом году сезонной эпидемии району удалось избежать. У тех, кто не прошел вакцинацию, еще есть время. Узнать больше о своем здоровье поможет ежегодная диспансеризация. Единые дни диспансеризации пройдут 17 ноября и 8 декабря. На крупные предприятия для осмотра сотрудников готовы выехать мобильные бригады медиков. Завершаются последние приготовления к празднованию столетия ВЛКСМ. Центральное мероприятие пройдет в Щелковском театре. На него приглашены ветераны-комсомолы из нашего района, Фрязина, Лосинопетровского и Звездного городка. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.